15 миллиардов ущерба и 18 тысяч пострадавших. Полицейские из Санкт-Петербурга распутывают криминальную схему о крупном мошенничестве. Аферисты создали финансовую пирамиду, которая проработала несколько лет и действовала на территории всей страны. Злоумышленники предлагали своим клиентам отдать им все сбережения, взамен получить солидные дивиденды или новую квартиру. На деле же заманчивые условия были лишь предлогом, чтобы заманить будущих жертв в мошенническую схему. Расследование длится уже больше года. Сегодня впервые МВД опубликовало видео из материалов уголовного дела. Кадры обыска в материале Дениса Бушуева. У владельцев этого роскошного дома жизнь удалась. Дизайнерские интерьеры, драгоценности, элитный алкоголь и неизменный атрибут успеха. Машинка для подсчета купюр. Полицейские проводят обыск. Ищут документы, которые способны пролить свет на поистине грандиозную аферу. Финансовую пирамиду, в сети которой попали 18 тысяч человек. У них выманили 15 миллиардов рублей. Противоправная деятельность велась с 2014 года на территории нескольких регионов нашей страны. Злоумышленниками были созданы подконтрольные организации сетью региональных филиалов, которые работали под единым брендом Life is Good. Гражданам предлагали стать пайщиками кооператива, обещая либо новое жилье, либо получение дохода в размере до 25% годовых. Они даже проводили рекламный автопробег по России. За каждого нового клиента пирамида обещала своему пайщику выплату. Чем больше привлек людей, тем больше комиссионные. У вас уже третий карьерный уровень и у вас уже 7 евро за одну единицу. Итого за очередного пайщика в кооператив вы можете получить 560 евро. Люди платили вступительный взнос, потом ежемесячно перечисляли деньги, но ни квадратных метров, ни сбережений не видели. Деньги потерпевших теперь ищут сотрудники правоохранительных органов. В офисах и домах руководителей пирамиды прошли обыски. Мы знакомлены путем личного прочтения. Аферисты и не собирались инвестировать деньги пайщиков в активы или ценные бумаги. Они вкладывали чужие сбережения в свою красивую жизнь. О том, что компания имеет признаки финансовой пирамиды, предупреждал на своем сайте Центробанк. Но люди продолжали нести деньги мошенникам, видимо, надеясь на чудо. Стражи порядка закрыли пирамиду в марте прошлого года. Полицейские возбудили 13 уголовных дел. Четверо подозреваемых под стражей. 30 миллионов. Еще пятеро фигурантов, в том числе 53-летний организатор сообщества, объявлены в розыск.